Такой технический вопрос для начала, что мы хотим учить. В прошлый раз мы начали статью «Путь возрождения». Просто с тех пор получилось, что мы перешли на ежедневный режим, а лилмодовский урок остался раз в неделю, есть вариант продолжить эту статью, есть вариант взять что-то специально по средам. Те, кто были на прошлом уроке, ваш фидбэк. Вы хотите продолжать эту статью или можем взять что-то еще? Я за продолжение начатого и за успешное окончание. Ну хорошо, вы приходите на ежедневные уроки, поэтому я хочу узнать у тех, кто приходит раз в неделю, что бы они хотели учить и как. Пожалуйста. Я тоже за продолжение. Продолжение той статьи, которую мы начали, да? Да. Так, еще кто-нибудь хочет что-то сказать? Тоже за продолжение. Да, за продолжение. То есть тема оказалась интересной, востребованной. Так, я, тогда продолжаем. Сейчас я сделаю шерскрин. А можно вопрос, что вы учите каждый день? У нас так. Утром мы учим какой-то хаседот. Началось с того, что просто у меня в руки попала книжка Карлибаха, с очень интересными вортами. Я предложил ее читать по утрам. По полчаса вечера мы учим Рава Кука. Начали мы тоже с этой статьи «Пусть возрождение», но вчера мы учили «Дришат Ашем». Тоже очень интересная статья. Сегодня я наткнулся на книжку с Зероним, с комментариями Зеева Султановича, который считается одним из самых толковых комментаторов Рава Кука. И мне тоже кажется интересно. Но «Путь возрождения» – это хороший выбор, тем более, что есть у нас уже текст. Те, кто приходят каждый день, может быть, для них это будет повторение. А те, кто приходят раз в неделю, это будет продолжение. Так. Если нужны какие-то ссылки, то, пожалуйста, я могу их бросить в чат или куда-нибудь еще. Так. Давайте я брошу в чат. Вот эту ссылку. Вот эту мы будем сейчас учить. Значит, вкратце, вкратце о чем мы говорим. Мы говорим, мы пытаемся понять Рава Кука. Окей? Я, как человек, приходящий издалека, из Хабада, для меня мой путь к Рава Куку был долг и сложен, потому что я начинал в свое время в очень, так сказать, кукистской компании Пети Полонского в 83-м году в Москве. Потом, мне, наверное, показалось там недостаточно экстрим. И я, значит, попал в хардивную компанию. Наверное, мне тоже это показалось недостаточно экстрим. Я попал в Хабад в 88-м году в Москве. Потом, мне это, наверное, тоже показалось недостаточно экстрим. Я пришел к Раву Гинзбургу. И, так сказать, наверное, получив достаточно экстрима религиозного, я почему-то начал думать про Рава Кука. То есть то, что изначально мне казалось вообще не опцией, вдруг почему-то показалось опцией. Я, так сказать, зашел на Вики, открыл его первую попавшуюся статью, прочитал и сказал, вау, это круто. Статья называлась «Мамар Адор. Поколение». Я даже в свое время переводил частично. И с тех пор я в значительной степени считаю себя, ну, сказать, хасидам Рава Кука. Ну, если кто-то хочет так сказать, он может это сказать, я не буду с ним спорить. Но, я понимаю, что есть больше, чем одна версия Рава Кука. Окей? Так, кажется, в принципе, известно, что есть больше, чем одна версия Рава Кука. Как минимум, есть Рава Кука было трое крупнейших учеников. Одного звали Цвигуда, его сын. Другого звали Рава Назир. Третьего звали Рав Харлап. Я понимаю, что у всех у них были свои версии Рава Кука. Ну, поскольку изданием книг Рава занимался только Рав Цвигуда и Давид Назир, то есть две версии Рава Кука. Одна называется «Орот», другая называется «Орот Акодыч». И, так сказать, в известной степени они друг другу противоположны. И, наверное, та версия Рава Кука, которая меня не затронула в мою душу уже почти 40 лет назад, это была версия Цвигуда. А когда я столкнулся, что есть еще одна версия Рава Кука, которая, мне кажется, более аутентичная, это версия Рав Назира и какие-то его собственные тексты, то я загорелся. Я упоминал об этом на одном из уроков, что мой учитель Равицфа Гинсбург в свое время сказал, от имени Ашев Рабили Лиспарич, кто-то из больших хасидов, сказал, что перед приходом Машиаха будет новый седр, новый порядок. Порядком называется «Три поколения хасидизма». И, значит, сказал еще раз, или Рабили Лиспарич, или, наверное, он, или Рабайзик Мегомель, что перед приходом Машиаха будет новый порядок. Когда я, новый Балшемтов, так он сказал, когда я столкнулся с тем, что говорит Рав Кук, я сказал, вау, вот он новый Балшемтов. Я сказал это в свое время Равицфаку Гинсбургу, он, правда, со мной не согласился. Он утверждает устные письма на Рав Кук ошибался, и так далее, и так далее. Пару лет назад тоже был такой интересный урок Равицфака, где он сказал, что Рэбис Цанз сказал, что Балшемтов, исправление Балшемтова 150 лет. То есть, как бы Балшемтов открыл новый путь, который работает 150 лет. Ну, Рав это процитировал, дальше он это объяснил тем или иным способом, что Хасидут все равно продолжается. Но меня интересовала цитата, а не объяснение. И там несложные калькуляции приводят к тому, что 150 лет закончились в начале 20 века. Он сказал, вау, какое может быть более наглядное свидетельство того, что Балшемтов работает до начала 20 века, а что происходит в начале 20 века, Рав Кук приезжает в Яфа. Начинается новая эпоха. Окей? И это мое восприятие Рава Кука, что он действительно открывает новую Тору, Тору-поколение, что он Цадикадор, он праведник поколения, Машьех Шибидор, Машьех-поколение. В последнее время начали выходить исследования, которые как бы это все подтверждают. Есть книга Йоэл Бен Нуна, которая называется «Макор Кафуль». Он там говорит о мистических составляющих Рава Кука, учения Рава Кука. Вышла книга Смадар Шерлок, которая называется «Цадики Содолам», посвященная целиком Рава Куку и его восприятию, его собственному восприятию как Цадикадор, как праведника поколения и восприятию его ближайших учеников. Также они видели в нем праведника поколения, который не просто должен дать поколению философию, а который с помощью каких-то мистических действий вместе со своими учениками. Есть переписка Рабхарла по Савкукам, которая, значит, Смадар Шерлок приводит. Там совершенно ясно, что они тоже какими-то мистическими действиями пытались что-то делать. Единственное, что эти ученики очень четко стояли на страже, чтобы ни одна капля этих идей не проникла наружу. Поэтому публикации Рав Кука подвергались жесточайшей цензуре. Главным цензором был его собственный сын, как известно. Но также Давид Назир действовал в столовых жесточайшей цензуры. То есть любые упоминания каких-то таких мессианских и каббалистических идей слишком откровенные, они просто цензурировались. И поэтому получили политикал-корректную версию Рава Кука, которая, безусловно, была необходима в начале 20 века, потому что иначе его бы просто объявили сумасшедшим, а он этого не хотел. Но сейчас, когда мы находимся более-менее в постмодерне, сейчас в каком-то смысле более привлекательна фигура Рав Кука как мистика, как праведник поколения. И еще раз говорю, поскольку я прихожу из Хабада, то для меня это как бы мой родной язык, и когда я вижу Шаров Кука говорит на этом же языке, то я говорю, я понимаю, о чем идет речь. Какое отношение это все имеет к этой статье? Прямое. Это вся тема этой статьи. Вся тема статьи «Путь возрождения» связана с тем, что мы чуть-чуть заглянем на прошлый урок. Окей. Здесь очень важное введение Равширки. Это мы сейчас прочитаем. Ну, проешем, пропустим. Мы занимаемся здесь вопросом, как духовное воздействие передается из поколения в поколение. Вот как бы тема статьи. Есть учитель, есть ученик, каким образом Тора переходит из поколения в поколение. Говорит, есть два пути. Есть путь, что ученик сидит у учителя и слышит своего учителя и запоминает. Бор суд шеломи абеттипа, как, так сказать, сказать, если ученика хорошая память, так он, значит, запоминает все, что ему говорит учитель. И таким образом текст традиции передается из поколения в поколение. Есть ли еще что-то? Он говорит, да, есть то, что называется духовное воздействие. Духовное воздействие или психическое воздействие, или сверхрациональное воздействие. Это когда ученик находится у великого учителя, тогда он получает воздействие. Окей. Это была тема, так сказать, первой части. Рав Кук доказывает на протяжении всей этой статьи, что основной путь иудаизма это всегда было духовное влияние, то есть энергетика, которая передавалась от учителя ученику, а текст всегда был второстепенным. Он объясняет дальше, мы дойдем до этого, он объясняет дальше, что во времена пророков, во времена первого храма и даже во времена судьи, так сказать, на самом деле судьи были своего рода адмурами. Их основное воздействие на народ очень близко было к воздействию современных хасидских адмур. Окей? Ребес. Дальше он говорит, после того, как закончилась эпоха пророчества, наступила эпоха, когда основным стал метод передачи текста от учителя ученику, и в этом Рав видит основную причину кризиса иудаизма. Дальше, так сказать, время от времени возрождалась традиция передачи духовной энергии. Например, Афшерки приводит дальше в своих комментариях, что Раби Акива, который говорит, «Эт ли Рабит Талмидеха Хамим, да, «Пагав Таэт Ашемя Лукеха, люби Всевышнего Бога Твоего», описано там «Эт», там есть лишнее слово «Эт», и Раби Акива объясняет, что «Эт» означает «так же мудрецов Торы». Окей? Что значит «так же мудрецов Торы»? Значит, что каким-то образом страх перед мудрецами Торы должен быть подобен страху перед Богом? И что хочет сказать Раби Акива? Он хочет сказать, что мудрец – это прежде всего передача духовной энергетики, а не передача букв. Так объясняет Раби Акива. Окей? Ну, если взять хасидские истории, источники, есть очень знаменитая фраза, которую Раби приводит в своих сихот, он говорит, как написано, «Шалош памим башана ера екол захур хайт пне ашем алокеха» три раза в год. Пусть предстанет каждый мужчина перед Богом. И Рашби говорит «эт» как же он там говорит? «перед лицом Господа Бога». Рашби говорит «ман пне адона вае» кто такое лицо Господа Бога до Раби Шимон. Это Раби Шимон. Так написано «зори». То есть мы видим, что мудрец Доры ассоциируется с Господом Богом, что означает в вольном переводе, что мудрец это передача психической энергии. Мне очень близкая идея, которую развивает частность Равис Хогинсбург и собственно можно найти это у Рэби, хотя надо искать, что мудрец Торы, праведник, адмор, Рэби, судья, пророк, это все связано с тем, что называется макифом шибенефиш, или по-русски называется бессознательным или сверхсознательным в душе. И праведник это человек, который исправил и раскрыл свои бессознательные ступени психики, и он как бы воздействует, его воздействие, он эти бессознательные ступени, где находится бесконечная энергия, он их сообщает своим ученикам. И это суть воздействия праведника. Еще раз говорю, Равкук считает, что здоровый иудаизм был именно тогда, когда было именно такое психическое, сверхрациональное воздействие праведника, тогда был здоровый, живой иудаизм, а потом, когда это прекратилось, то иудаизм начал терять свою жизненность. И если мы хотим вернуть иудаизм и его жизнь, то мы должны вернуться к этой же схеме. и в конце своей статьи Равкук говорит, что это то, что произойдет в Эр-Цисраэль. То есть в Эр-Цисраэль основной путь служения это будут такие ребес, такие хасидские дворы, каждый из которых возглавляется таким цадиком, который имеет какую-то психическую энергию. И это подходит Эр-Цисраэль. В середине статьи Равкук говорит о том, насколько это опасно. Он говорит, что если этот цадик не исправил себя, как надо, если в этой психической энергии есть какая-то грязь, то это может быть очень опасно как для самого цадика, так и для его хасидов. И тем не менее, последний вывод Равкука, что это то, как надо служить Всевышнему. Вер-Цисраэль по-хасидски. Окей. Не знаю, мое личное впечатление, я никому его не навязываю. Мне, как из современных, скажем так, национально-религиозных авторов, меня очень привлекает Рава Миталь. Я прочитал все время, сравнительно, недавно книгу о нем и книгу его основателей решивы здесь в Гушицьоне. И совершенно адмурская личность, он абсолютный адмур, который очень, очень, очень умел это дело поддерживать на медленном огне. Он очень умел это поддерживать на медленном огне, он не жил в Гушицьоне, он жил в Иерусалиме, он всячески поддерживал самостоятельность решений своих учеников и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом он был реальным адмуром. Каким и должен быть настоящий учитель. Скорее всего, Цви и Гуда тоже был таким. Судя по истории, которую рассказывает Ханан Порат, который, собственно, начал здесь создавать поселение, как мы все знаем, Ханан Порат был, так сказать, великий человек, и он был блестящий талмудист, и он учился в Равце и Гуды, и когда у него возникла идея основать здесь Яшиву, он пришел к своему учителю и говорит, Ребе, не знаю, к ним обращался, у меня вопрос, с одной стороны, моя душа придется учить Тору, а с другой стороны, моя душа понимает, что если я не возглавлю этот Яшивуд, это поселение, то, как говорится, никто это не сделает, потому что я там как бы пользуюсь авторитетом и так далее, но это история детей из Кварацьона, если кто-то не слышал, если нет, стоит услышать, и он спрашивает Цвейуду, что делать, оставаться вешиве или идти на землю, основывать поселение, причем, говорят, что пропал очень серьезно Рожь, и Цвейуду ему отвечает, так приводится их диалог, он говорит, я не Ребе, у меня нет Роха-Кодыш, давай смотреть, давай рассуждать, как они рассуждали, он говорит, это очень просто, если ты не пойдешь, то никто не пойдет, так ты говоришь, но это называется, что митцва, которую некому исполнить, написано, что митцва, которую некому исполнить, значит, ты должен отложить все свои дела и идти ее исполнять, так говорится, не надо быть пророком, понятно, что ты должен делать, и те швут, ну, этот разговор с Цвейудой направил его жизнь, но вопрос у меня кем был Цвейгуда, Рэбби или не Рэбби, ответ он был Рэбби, но этот тщательно скрывался, то же самое относительно Равкука отца, он был Рэбби, но он старался, чтобы это не выходило слишком широко, окей, это тоже предисловие, теперь мы, значит, первую часть мы читали на прошлом уроке, на этом уроке мы продолжаем, еще раз говорю, Рав Шерки делал по этой статье 10-минутные уроки, по часам, вот через 10 минут ровно раздается Рэбби Ханана ибн Акаши, и урок заканчивается, но у нас, так сказать, получается чуть-чуть больше, чем 10 минут, я начал переводить эти уроки, потому что они действительно очень много добавляют в понимание, мы будем частично читать уроки, частично читать, снова читать текст Рава Кока, это вопрос из предыдущего урока, можно ли читать книги Гершеншолома, я не сказал, что можно, не сказал, что нельзя, не иметь отношения к теме, в общем, отношения к книге Гершеншолома, это исторические книги, и с этой точки зрения там весьма важной информации, когда речь о мировоззрении, нужно быть критичным, то есть читать можно, только осторожно, есть вопрос, который задает Моралис Фраги, можно ли читать научно-философские книги нееврейского происхождения, Морал говорит, да, а что там делать с еретическими высказываниями, пропускать, опять же, это все связано с нашим центральным вопросом, как мы читаем наши святые книги, как читать Гершеншолома, это отдельная тема, вопрос, как мы читаем наши святые книги, видим ли мы в них, святость, или мы видим в них только текст. Психология мамашит айехида, метаревет без раме плагеха им апсихика клалит, а ледей мааварея гиборей рухниют во царот птихика куцутит. Правда, ничего не понятно. Психология мамашит и ехида это индивидуальная психология, окей? Ехида за психологию шель-ехид, как дальше объясняет Равшерки. Что такое психология мамашит? Это как бы психология, психика, психическая энергия, которая действует, то есть энергетика, это психическая энергетика. Индивидуальная психическая энергия смешивается с общей психической энергией, с коллективной психической энергией. Каким образом это происходит? На ледей мааварея. Что такое мааварея? Это передатчики. Кто такие передатчики, гиборей и рухнеют и оцарот о психиках вуцит? Пожалуйста, выключайте звук, иначе нам трудно продолжать. У кого звук? Отключите, пожалуйста. Окей, еще раз. Значит, индивидуальная психология смешивается с потоками коллективной психики посредством посредством ее передатчиков. Кто такие передатчики? Гиборей, рухнеют, духовные герои от срода психиках вуцит, которые, так сказать, имеют доступ к, я обычно это называю коллективному бессознательному. Окей? То есть, есть какие-то люди, которые каким-то образом контактируют с этой коллективной психикой, и они способны не только подключиться к этой коллективной психике, но также передать ее индивидуумам. Окей? Есть в хасидизме понятие, которое, на самом деле, или немножко объясняет, что здесь говорится. В хасидизме есть понятие Нишамаклалит. Общая коллективная душа. То есть, есть люди, праведники, праведник поколения, обладающие такой душой, которая, как бы, включает в себя все души своего поколения. Окей? Подобно тому, как сказано, что душа Адама включала в себя все души человечества, подобно тому, как душа Якова включала в себя все души сынов Израиля, так, есть в каждом поколении праведники, которые, как бы, включают в себя все души и, так сказать, эти коллективные души имеют доступ к коллективной энергии и они способны сообщать эту коллективную энергию своему поколению. это то, что написано, что реальная психика, то есть психическая энергия смешивается с потоками коллективной психической энергии посредством героев духа, то есть праведников поколения. Окей? Ну, всегда, чтобы, сказать, понять какие-то вещи, иногда проще посмотреть на это с обратной стороны, даже если это выглядит жутко. Ну, есть книга Фрома, которая называется «Бегство от свободы». Кто-то ее, может быть, читал, где разбирается явление фашизма. Каким образом такое количество людей было захвачено этой сумасшедшей идеей? Причем немцы как бы не самый плохой народ. И он говорит, это эффект коллективной психики, то есть как бы со стороны, что называется, леумат-зе, противоположной святости, со стороны зла мы очень четко видели эффект коллективной психики. В Германии мы видели еще, может быть, в большей степени эффект коллективной психики здесь. В России когда-то, так сказать, не только коммунизм, коммунизм, ладно, в общем, да, но те люди, было какое-то исследование, где-то читал, что, что, 37-й год, да, что происходит в голове следователя, который, так сказать, арестовывает, пытает и так далее. происходит коллективная бессознательная, происходит вот эта коллективная психическая энергия, против которой почти невозможно устоять, и только считанные люди, которые были способны устоять. Ну, если такая вещь существует и реально действует на огромные коллективы в смысле зла, то, наверное, такая же вещь существует и действует в позитивном направлении. Это как бы эффект Мошера Бейна. Почему именно Мошера Бейна должен был вывести сынов Израиля из Египта? Потому что у него была коллективная душа. И это же эффект Иисуса. Дальше он говорит об этом. Иисус тоже обладал такой коллективной душой, такой мощью психического воздействия. Единственное, он чуть-чуть ошибся. В Шерке говорит в начале своего урока, что за упоминание Иисуса и за то, что он о нем говорит позитивно, Равкук очень хорошо получил по голове в свое время, но он сказал, что такое. Окей. Еще, значит, есть великие люди, есть великие, я бы это сказал, знаете как, как великий музыкант, да, каждый человек может играть на скрипке, да, но есть люди, игра которых, так сказать, потрясает, захватывает душу и так далее. То есть у них есть какой-то кишарон, какая-то способность воздействовать на какие-то струны души, которая на самом деле абсолютно непонятна, да. Но это есть пример. Мы вот сегодня с утра разбирали Рава Карлибаха, да, рассказывал, там рассказывалась история, как он попал на фестиваль фолк в Беркли. Какая сила, он умел играть, как говорится, на четырех струнах, да, он еле-еле умел вообще играть на гитаре, так его научили по знакомству, да. Что захватывало людей? силу его личности, это совершенно ясно, силу его личности. Что такое сила личности, никто не знает, но это был эффект, люди шли за ними толпами, его появление в Беркли произвело фурор, так сказать, еврейская молодежь, которая там была, какие-то хиппи, так сказать, за ними 400 человек пошло соблюдать шаббат. Это сила личности, это какая-то психическая энергия, и это тоже определенного рода кишерон, это определенного рода способность, у каждого человека есть более-менее какая-то психическая энергия, но есть люди, которые, так сказать, великие духом, у которых эта энергия достигает таких вершин, которых, так сказать, обычный человек не может достигать, а они эту энергию сообщают дальше. Окей. Если такое среди народов мира, ну, Рафшерки отвечает, да. Уматбат хотами юхад бахабурот бамишпахот бамим бамим баминим баслугим бауламим бамсахим бамсюд бахавая. То есть, эти герои духа, они накладывают свой отпечаток на коллективы, на семьи, на народы, на виды, на типы, на миры, на вечности, на существование, Рафшерки объясняют, что идет речь также о метафизических ступенях, то есть, всегда должны быть какие-то передаточные звезды. Так, это окей. Красота и наслаждение проникают из великолепия духовной реальности, действующей до мечтайших деталей. Слова Рафшерки непонятны совершенно, но Рафшерки объясняет, что речь идет о способности индивидуума соединяться с общностью. Тиферет. То, что я различаю между личным переживанием и коллективным, это субъективно, это мнение Рафшерки, это своего рода иллюзия. На самом деле, мое частное я, мое общее я связано друг с другом, может быть. Как палец связан с телом, палец может думать, что он живет личной жизнью, он со стороны более высокая истина, часть общего тела. Не знаю, мне трудно согласиться с такой категоричностью, тем более, что сам Рафкук это не говорит, но здесь есть некоторая идея, которую я где-то читал, что как бы сознание, оно личное, а бессознательное, оно коллективное. То есть, когда мы говорим фразу коллективное бессознательное, коллективное психическое энергия, оно, как говорится, по определению коллективное. Может быть, это позволяет понять, о чем идет речь. Пойдем дальше. Реальная психика раскрывается в своем переживании в редких явлениях великих исторических личностей. Здесь понятнее, да, то есть, есть великие личности, которые действуют на мир с помощью своей психической энергии. Те, кто перевернули силой своей личности целые миры. Здесь подчеркивается, их действия это действия силы личности. Это не ученые, не завоеватели, они действовали исключительно силой своего личного психического. Стерли линии, которые были выгравлены железным лицом на скале, вырезали вместо них другие, более крепкие и прекрасные, изменили лицо всего человечества. То есть, есть гении духа, которые изменили лицо человечества или его отдельных частей, которые действуют на все. Еще раз говорю, если говорить о современных временах, то такие личности, как Любавишский Рэби или Кокров Карлибах. Не знаю, для меня лично есть вопрос, кто больше привел людей в Чуву, Рэби или Карлибах. Не знаю, у меня нет ответа. Все американское движение Чувы в значительной степени связано конечно с Карлибахом. Не знаю, он начинал как Любавишский Хасид, но еще раз говорю, это пример личности, которая действует силой своей психической энергии и воздействует на все поколение. Раф Кук говорит, есть особенные люди в истории, их немного, есть считанные люди, которые величием своей личности изменили историю, сегодня это называется сделать разницу. Окей. Психическое переживание, выражающееся практически действующей силой своей энергии, это не то, что выражается в тенях науки. То есть Раф Кук здесь противопоставляет интеллект и психическое переживание. Сегодня мы бы это назвали сознательное и сверхсознательное. Он говорит, есть наука, которая занимается сознательным, исправлением сознательного человеку, а есть психическое переживание, которое фактически мы должны здесь объяснять как сверхсознательное. Еще раз говорю, есть наука, которая Тень науки, которая занимается сознательным, есть психическое переживание, которое, собственно, сущность сверхсознательная. Никакое психическое переживание, выражающееся практически действующей силой своей энергии, это не та, которая выражается в тенях науки, поверхностного и даже глубокого образования. Все, вы говорите, наука и образование действуют на интеллект. Выше нет. Раскрывается она лишь в великанах духов в мире, опоясанных божественной силой, умеющих плыть в великом море жизни веры. Как на оригинале. Медгала, ай, рак, ба, дирей, кох, шиба, оля, ма, зурим, биг, врата, луким. Есть люди, через которых протекает эта божественная энергия. Айадим, ла, шут, ба, яма, гадоши, хале, эмуна. Которые умеют плыть в этом великом море жизни веры. А вкук Шерки объясняет. Есть два типа людей, изменивших мир. Есть те, кто изменили мир силой своего разума. Есть люди, изменившие мир силой своей духовности, силой своей личности. Это еще меньше. Есть несколько таких людей. Их личность транслировала мощную душевную силу. И они изменили мир еще больше. И про это сказано, умеют плыть в великом море жизни веры. Ну, если у нас есть такие выдающиеся личности, которые действуют на мир своей психической энергией. Это, может быть, нам не нужна наука? А вкук говорит, нет, наука тоже нужна. Однако научная культура основана на близких постижениях и ясных эмоциях. То есть наука занимается тем, что постижимо, тем, что близко. И природной морали. То есть это как бы тоже часть культуры. Близкие постижения, эмоции и морали. Это все часть культуры. Следующих из них и под их влиянием подготавливают человечество. Задача науки – подготовить человечество к восприятию психической энергии, которая транслируется великанами духа. Чтобы могли воспринять внутрь себя изобилие света общей духовной психики. То есть чтобы эти великаны духа могли действовать, и чтобы их действие было благоприятным, для этого должен быть кли – сосуд. И сосуд – это в основном интеллект и мораль. И наука и культура занимаются тем, что готовят эти сосуды интеллекта, морали и эмоций для восприятия сверхрациональной психической энергии. И тогда приобретает культурное направление разума, чувств и физической нравственности великую силу и божественный порядок. Обоснованный, проникающий и прочный. Если я могу понять, что культура, в нее должен проникнуть этот свет сверхрациональной психики, тогда она становится обоснованной, глубокой, наверное, проникающей, наверное, глубокой и прочной. То есть чистый разум и чистый интеллект тоже не может устоять без того, что выше интеллекта. Интеллект похож на змею, которая кусает себя за хвост. С точки зрения интеллекта все те проблемы, которые мы сегодня видим, как в Израиле, так в Америке, в Европе, это все интеллект, который выпустили на свободу. Это интеллект, который не знает своих границ. Это интеллект, который противоречит здравому смыслу, природе, внутреннему ощущению человека и так далее. Это может быть очень опасно. То есть интеллект и психическая энергия находятся в каком-то непростом соотношении. Между ними должно быть взаимодействие. Психическая энергия без интеллекта может быть разрушительной. Но интеллект без психической энергии он заходит в тупик и тоже разрушает. Только когда они соединяются вместе, как свет сосуд, если хотите, как мужчина и женщина, потому что всегда в кабале получающая это всегда женщина, а отдающая это всегда мужчина, что-то в этом духе должно происходить между психической энергией, сверхрациональной и разумом. они должны между собой работать как мужчина и женщина. Они должны составлять зуг, они должны составлять, как сказать, группу, пару. И тогда, тогда это, как говорится, благо как для одного, так и для другого. В известном смысле я люблю это формулировать как равновесие между верой и разумом. Вера – это как бы сверхрациональная, сверхрациональная энергия. Разум необходим, чтобы очистить эту сверхрациональную энергию от тех сегим, от тех наносов, от того загрязнения, которое у ней может быть. Это масса-масса статей Рава Кука, которая говорит именно об этом, что вера без разума, пишет Рав Кук, это язычество. Вот хотите определение язычества без Рава Кука? Вера без разума – это язычество. Почему? Потому что вера связана с Димаион, с силой воображения. Сила воображения, как пишет Рав Кук дальше, она тоже не знает своих границ. И человек очень легко может вообразить, что боги ему говорят убить кого-то или убить самому и так далее. Поэтому человек очень должен стоять на стреме своего воображения. Но с другой стороны, ну и вера этого воображения, да, 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 вера этого воображения. Есть такая замечательная Майса, которую рассказывает Рава Кук, он рассказывает, что один из учеников Болшемтова, ему, ну, как сказать, приснился сон, но не знаю, есть такое понятие магид, каббалистическое понятие. Магид – это какие-то ангелы, которые сообщают какие-то вообще вещи. Да, есть некоторые праведники, про которых написано, что они общались с такими магидин. Есть даже такая книга называется, «Тушуот ми нашамаем», кто помнит, пусть скажет, как зовут и автору, где он пишет, как говорится, все его шуты, все его ответы, они, так сказать, были продиктованы каким-то вот таким магидом. И один из учеников Болшемтова тоже слышит, вероятно, они были серьезные каббалисты, если они общались с этими духовными сущностями, да, он слышит, как бы, не знаю, во сне, наверное, во сне или наяву, что, говорится, ты должен прийти к своей жене, когда она будет нечиста, и вы тогда привлечете в этот мир душу, душу Машиеха, что-то в этом духе, так рассказывает Рависхам. Ученик пошел к своему учителю, учитель сказал, «Хасу шалом, не дай Бог, шалом отсюда учим». То есть даже люди чрезвычайно высокого духовного уровня, общающиеся с какими-то духовными сущностями, то, о чем мы можем только, так сказать, отдаленно предполагать, о чем идет речь, и тем не менее, там есть доля шума, которую надо отделять, сигнал от шума, и если нет учителя, который может отделить сигнал от шума, то это можно упасть очень высоко, очень глубоко. Я в свое время учился у Юды Ифраха, ходил к нему на уроки, тоже есть такой интересный человек в Иерусалиме. Его любимый герой это Шабтай Цви и Натана Азати. Шабтай Цви, наверное, все слышали. А Натана Азати это его пророк. Юда Ифрах говорит, что ничего более интересного, чем книги Натана Азати, этого Натана из Азы, из Газы, он говорит, ничего более гениального он никогда не читал. Как эти гениальные люди дошли до того, до чего они дошли? Шабтай Цви, там, где есть высокие психические энергии, там очень опасные, человек очень легко может, так сказать, потерять голову, даже если он на уровне таком, как Натана Азати, Шабтай Цви. Поэтому, говорит Равкук, обязательно должен быть сосуд. То есть есть люди, трансляторы психической энергии, это праведники поколения и грешники поколения, мы сказали, да? И для того, чтобы праведники поколения могли передать эту психическую энергию поколению, поколение должно быть готово, это значит, что поколения должны быть готовы его интеллектуальные и моральные сосуды. И тогда есть соединение этих двух энергий, энергии психической и энергии интеллекта. И это значит, что божественность раскрывается в мире. До сих пор этот раздел, сейчас обсуждение. Пожалуйста, кто хочет сказать, может сказать. Пожалуйста. Можно спросить сначала? Да, конечно. Меня смущает вот, что вы пользуетесь или кто, кого вы приводите, пользуется научными терминами, которые наука, конечно, она заслужила великое признание и достаточно вспомнить Рава Соловейчика об этом. Но эти понятия все как-то и не предъявлены, и смешанные научные, и мифологические, какие-то странные новые понятия. В общем-то, если говорить о синтезе, то есть, как вы говорите, там разум, интеллект, и, допустим, чувства, и вот все такое психическая энергия, и высокая психическая энергия. В общем-то, есть какие-то вещи, которые совершенно непонятны, есть вещи, которые неопределены, допустим, подсознательные, коллективные подсознательные, есть Фрейд, есть Юнг, до них был Кант, который ввел какие-то очень важные понятия в этих вещах. Понимаете? То есть, это очень сложно, если говорить об этом синтезе, то надо как-то, в общем-то, встать на какие-то позиции. То есть, с одной стороны, наука, чем она пользуется, и как это переводится все, вот что такое вера вообще, вот можно говорить об интуиции, допустим, еще, потому что очень тяжело так в этом, понимаете, вдруг потом вот при всех этих научных понятиях вдруг возникают сосуды. Понимаете? Вот я не знаю, сосуды, это что, пол-литра, или что это такое, какие сосуды? Понимаете? То есть, это смешанно как-то, такая эклектика получается, и вот, мне кажется, это большое затруднение. То есть, если расшифровывать Равкука или, допустим, Равширки сам как-то свои какие-то мысли хочет при этом сказать, то здесь, мне кажется, надо быть, что говорится, на уровне, да, ну, то есть, без этого, мне кажется, ничего нельзя будет сделать. Если говорить о в целом, о движении, о будущем, нашем, и вообще, вот, подхода еврейского, то, наверное, должен быть какой-то этап, когда будут эти вещи как-то преподаваться, допустим, методология, наук, философия, и все, и здесь как бы нечего бояться, что что-то будет не так, или все это имеет свои рамки, свои языки, они никак, мне кажется, иудаизм не могут повредить, но с другой стороны, найдутся, может быть, такие люди, которые, еврейская философия одновременно, которые смогут это все как-то, понимаете, как-то сделать это более-менее четко, потому что вот в таких вот общих понятиях это очень-очень, например, я человек немного знаком с этими вещами, меня очень смущает это все, да, то есть я пытался это сам делать по мере своих сил, вот то, что я сказал сейчас, вот, и я не нахожу никакого понимания и поддержки, потому что люди, либо они в иудаизме глубоко, и они как бы не могут это воспринимать, либо они в науке, а у них своя рациональность, и они иудаизм тоже никак не понимают, понимаете, и это очень сложная проблема, вот как, что вы об этом скажете, в общем-то, есть какая-то тенденция такая, вот, чтобы приводить это все к какому-то общему знаменателю, да, то есть, допустим, и как-то эти все знания осваивать, кроме того, что еще есть, кроме науки всего, допустим, энергии, все, есть искусство, есть понятие пассионарности, да, которое вел Лев Гумилев, то есть, о влиянии, особенности личности, которая влияет на историю, то есть, очень много есть уже, как бы, задел большой, который нужно как-то его вот стыковать, вот, мне так кажется, что он это скажет. Окей, значит, ну, во-первых, спасибо за интересную, фидбэк, ну, как я уже сказал, я, в общем-то, пришел из Хаббата, и поэтому моя, мой родной язык, это язык Хаббата, плюс к тому, я провел около 10 лет в некотором, так сказать, близком кругу Рава Ицхака Гинзбурга, и поэтому язык, это тоже в значительной степени язык Рава Гинзбурга, то есть, я пользуюсь Хаббатскими и Гинзбургскими понятиями для того, чтобы прояснить себе Равкука, то есть, я как бы изучаю Рава Кука для того, чтобы понять, чему он меня может научить. В психологии, я, ну, как сказать, это шапочное знакомство, я, кажется, листал какие-то книги, но не более того. То есть, тем не менее, тем не менее, в хасидизме Хаббат очень много говорится о сознательном и бессознательном. В Хаббате это называется макив и пними, внешняя сила души и внутренняя сила души. Внутренняя сила души это разум и эмоции, а внешняя сила души макивим это какие-то энергии, это вера в хаббатском понимании, внешняя сила души это рационный таануг, воля и наслаждение. Раф Кук делает это, Раф Гинзбург делает этому некоторую трансляцию на язык психики, он говорит сознательное и бессознательное, то есть, как бы в человеке по большому счету два уровня сознательное и бессознательное, сознательное конечное, бессознательное бесконечное, и это, в общем-то, та термоногия, которой я пытаюсь пользоваться, мне кажется, что довольно близко к тому, что говорится о коллективном бессознательном, но еще мой язык это язык хасидизма, и в каком-то смысле этот урок попытка прочесть Рава Кука с точки зрения хасида. Буду очень рад, если будет какая-то попытка это все перевести на какой-то более-менее понятный, как говорится, научному обществу язык, но я явно на это на себя не беру. Мой интерес, что я хочу, к чему я стремлюсь, найти в себе веру, больше ничего, понимаете, меня тут на самом деле совершенно не интересует психология или что-то еще, человек приходит в религию, начинает соблюдать митцвод и не чувствует в себе никакой веры. Может, десятки лет проходит, а зачем тогда это делаю? И так я встретил Рава Кука, когда я, так сказать, начал его читать, он начал объяснять вообще, что такое вера, какие есть конфликты, почему, так сказать, что вера в конечном счете это какая-то высшая энергия, а не какие-то убеждения и так далее, и так далее. И это то, что мне интересно в Равкуке, то есть мне интересно понять себя, мне интересно, так сказать, найти какую-то настоящую веру, близкую к тому, о чем говорит Равкук. Психологическими терминами я пользуюсь в рамках того, как я это понимаю. Окей? Вопрос еще можно? Да-да, тут я смотрю, кто-то написал в чате, одну секунду, давайте посмотрим чат. Вы говорите, что воображение должно контролироваться разумом, что надо проверять воображение на соответствии с заповедью. Научное мышление равно Тори? Нет, научное мышление не равно Тори. Тори это скорее ассоциативное мышление, то есть, ну, оно отличается, так сказать, научное мышление, я понимаю, это логика. Так сказать, у еврейского мышления в Талмуде есть немножко другие способы мышления, но это как-то немножечко в сторону от нашей темы. Да, пожалуйста, вопрос. Вопрос такой, даже, наверное, два. Первый. Коллективное бессознательное и психология толпы. Это одно и то же. И второй вопрос. Праведник поколений и вот коллективное бессознательное. Как они взаимодействуют? То ли праведник должен как бы оседлать это коллективное бессознательное и как-то им управлять, то ли он должен соответствовать этому бессознательному и как-то вот в одну сторону идти, вести. Вот как это должно работать? Наверное, психология толпы, о которой говорит Фром, да, и коллективные бессознательные – это очень близкие понятия. Праведник, еще есть концепция хасидизма, кабале, которая называется нашама клалит, как бы его душа объединяет все души поколения, и это то, что дает ему возможность, как сказать, интеракции с этими душами. То есть, ну, опять же, пример Мошера Бейну, да, который, так сказать, его душа объединяет в себе все поколение, и поэтому он может этому поколению что-то сообщить. Так, пожалуйста, выключайте звук. То есть, если поколение как-то вот не очень, да, что-то плохое делает, то, получается, и праведник должен как-то с этим быть связан. Ну, правильно, поэтому, когда поколение сделало золотого тельца, то Моше было сказано, лехред, иди спустись с горы. То есть, как только поколение упало, праведник упал вместе с поколением, да. То есть, они взаимосвязаны, поэтому Раша говорит Моше, Гуис, Исраэль, Исраэля, Моше. То есть, как бы, в каком-то смысле, Израэль и Моше эквивалентны. Ну, мы можем сегодня это перевести на, как коллективное бессознательное, как психология толпы. Согласен. Основной вопрос, где мы сегодня ищем таких праведников, каким образом мы сегодня подключаемся к этой энергии. К сожалению, в нашем поколении очень часто происходит, что есть религия, ну, исполнение митцвод без какой-то реальной энергетики. То есть, я верил, и я верю, что люди, которые родились в этом, у них есть эта энергия. Иначе, кажется, очень трудно объяснить вообще выживание еврейского народа. И даже сегодняшнее, сегодня то, что, так сказать, происходит с Харадимом, я как-то рассказывал. Я одно время жил на Итане, и там наш раввин, как его зовут, ну, Абис Роэль сказал, что когда выдаешь замуж первого сына, то ты еще пытаешься найти на это деньги, второго, третьего, может быть, тоже, а дальше не понимаешь, что это только сверху. То есть, как можно себе представить, как человек, который 12 человек детей, что тоже, как говорится, самого уже достаточно, чтобы сошло с ума, сойти с ума. Он же потом им дает образование, а образование стоит денег в ишивах, так, причем приличных. А потом он еще покупает им квартиры, дает их замуж, ставит им хупу. Откуда он берет на это деньги, откуда он берет на это силы? Я говорю, ну, я, так сказать, живу все-таки в религиозном обществе, районе и так далее, сейчас я живу в ботайне. Ты видишь, что там есть какие-то энергии, которым обычные смертные не причастны. Ну, нет логики, не бывает такого. Вот и все. То есть, я живу, так сказать, мой путь в иудаизм, это как бы ощущение какой-то тайны, которая окружает людей реально религиозных. И эта тайна безумно привлекательна. И поэтому я ищу, я надеюсь, что, может быть, я когда-то тоже стану религиозным и как-то, так сказать, приобщусь к этой тайне. Вот это то, что я ищу Урала Кук. Окей. Есть еще вопросы? Вопросы есть море. Можно ли их задавать и нужно ли? Вот в чем вопрос. Ну, тот, кто не задает вопросы, тот не учится, как мы знаем. Почему нет? Меня зацепило в самом конце ваше высказывание о том, что вот вы видите религиозного человека, и вам ощущение, что за этим какая-то есть тайна, и вы эту тайну хотите раскрыть. Да. И лезете в эту пропасть. Почему пропасть? Сейчас все время рассказывают, что это пропасть, и Равкук об этом то же самое. Это пропасть бездонная, ее не видно. Там лежат сотни, тысячи поколений. Еще одна фраза была интересна. Машера Бейна для своего поколения, ваши слова, принял и передал энергию. А мы прошло уже три с половиной тысячи лет, и пытаемся внутри этой энергии как-то барахтаться. Может, в этом проблема? Ну, именно об этом говорит Равкук. Конечно, он говорит, что по дороге было еще несколько усилителей, но можно вспомнить Эзру, можно вспомнить все поколения, которые перечисляются в Пирке. А вот, если в последних поколениях, то можно вспомнить Балшемтова, который как бы возродил дух еврейского народа. Но Равкук чувствует, что пришло время поставить еще один транслятор для того, чтобы этот сигнал не затух. И с моей точки зрения, сам Равкук, он и есть этот транслятор. И поэтому крайне меня приобщение его текстом снабжает какой-то такой энергией. Это, собственно, единственная причина, почему я это читаю сам и предлагаю читать другим. Ну, последнее, третье, что зацепило, мне понравилось. Я всюду пытался найти определение веры. В Хабаде, в Ресловске и так далее. Вы очень хорошо сказали, фантазия. Вот та же фантазия, что привлекла вас к одетому в черному, якобы религиозному человеку, что там что-то есть, чего меня не научили, а там что-то есть. Во-первых, это свойство души, конечно, потому что не все реагируют. Об этом писали многие мистики европейские, что это свойство души. Но это мне очень понравилось. Мы себе, наш мозг, не мы, а наш мозг фантазирует что-то и так далее. Поэтому я жду, когда мы дойдем до определения Бога, Урава Кука, до определения цели внутри иудаизма, до определения того, что такое иудаизм, что мы хотим. Или мы должны стать обыкновенным народом. И почему нас Бог до сих пор сохранил как необыкновенный народ. А сейчас с помощью наших правителей мы станем обыкновенными. У меня все. Давайте я начну с конца. Еще раз говорю, вся эта статья говорит о том, что есть передатчики психической энергии на внутринациональном уровне. А дальше, так сказать, еврейский народ в целом является транслятором этой энергии на все человечество. Для начала, значит, еврейский народ должен зарядиться этой энергией. Для этого нужны трансляторы, такие как Раф Кук, как праведники поколений. И для этого нужно жить на своей земле. Это вторая часть, о которой говорит Раф Кук. И, так сказать, вернуться к природе. И вернуться к естественной морали. То есть, эти две части, которые Раф Кук называет условиями. И тогда эту психическую энергию еврейский народ может передать всему человечеству. Вот схема. Определения? Определения не существует. Потому что определение – это попытка редуцировать какие-то вещи. Это редукция. Любое определение – это редукция. Опять же, так сказать, пример, который я слышал от Юды Ифраха. Он говорит, представьте себе, что ваша дочь рассказывает вам, что она влюбилась в какого-то парня. А вы ей объясните, что это все гормоны. То есть, это тестерон, еще что-то, какие-то, дофамин и прочее. И можно себе представить реакцию дочери. То есть, не то, что это неправильно. Это правильно, но это в точности называется редукция. То есть, когда мы пытаемся взять какие-то сверхрациональные вещи и определить их. Определить, значит, ограничить. Определить, значит, свести в рамки каких-то знакомых нам понятий. И, так сказать, это проблема. Как Петер Полонский очень хорошо сказал, что то, чего мы не знаем, для нас не существует. То, для чего нет определения, для нас не существует. Есть какие-то вещи, которые выше определения. И в этом, как говорится, весь кайф. В этом смысле разум должен чуть-чуть отойти в сторону и сказать, есть нечто выше разума. Окей? Я только за это. Надо разум вообще выключить. Нет. И будь прекрасно. Разум нужен как сосуд, как контроль, чтобы наше воображение не увело нас слишком далеко. А воображение, оно не в разуме находится? Нет. Это не происки нейронных структур? Нет, воображение – это не разум. Не в нейронных структур. Мы же только что сказали, что воображение – это близко к иммуна. Это близко к вере. Воображение – это ближе к вере, чем к разуму. И это то, что надо очищать. Это то, что разум должен очищать. Как мы сказали. Это что ты сказал? Кто это определил? Равкук. Равкук говорит об этом очень много. То есть, мы должны доверять без проверки учителям каким-то? Нет. Учителей тоже надо проверять. Сегодня у нас нет чистых учителей. В отличие от эпохи Равы Кука, когда можно было просто прийти к Равкуку и зажечься. И, собственно, это история, которую рассказывают его ученики. Его ближайшие ученики – это Давид Назир, это Рав Харлоп. Оба рассказывают историю своего приближения к Равкуку, что это было какое-то именно психическое потрясение. Причем оба были очень серьезные. Давид Назир учился у Хофицхайма. Жили на одной улице. До 18 лет он у него учился. Потом он поехал учиться в университет. Потом он оказался в Швейцарии. И потом он услышал про такого Рава Кука, который из-за мировой войны, и он оказался тоже в Швейцарии. Написал ему письмо, сказал, я хочу приехать. Приехал. Вечером они общались на тему греческой философии. И он говорит, я остался разочарован, но решил остаться ночевать там. И, говорит, с утра он просыпается от шагов Рава Кука, который начинает читать утреннюю молитву. И все. Он говорит, я понял, что я нашел в себе учителя. То есть он почувствовал такой мощный поток психической энергии, который в один момент этого сомневающегося, не знаю сколько, 23-летнего молодого человека, который не знает соблюдать, не соблюдать, верить, не верить, кто прав, иудаизм или философия. В тот момент становится преданнейшим учеником. Это в точности действие психической энергии. Подобную же историю рассказывает Раф Харлоп, который тоже был молодой человек. Он учился у одного из самых крупных канаим Иерусалима, фанатиков Иерусалима, праведников Иерусалима, был один из лучших его учеников. Имя его я не помню, можно посмотреть. Он приехал к Раву Куку в Яфу. Они встретились. То есть, опять же, момент, когда он становится его учеником. Причем, Рав Кук же тогда был немножечко персона нон-грата, особенно с точки зрения старого Ишуа. И тем не менее, этот уже молодой садик, молодой праведник, две дитрова куклы, говорит, все. Это мой учитель. Это чисто психическая энергия. То есть, ну, хорошо, это было тогда, что сегодня. Я не знаю, есть сегодня кто-то такой, не знаю. Ребе был таким, наверное. Ребе тоже уже давно нет. Есть ли кто-то сегодня? То есть, у нас сегодня нет таких. Еще раз говорю, хотя Рав Кук говорит о том, что вот такое энергетическое воздействие, это будет основной тип иудаизма в Иерусалиме. Но сегодня, на самом деле, даже литваки сегодня ведут себя как хасиды. Для них вот эти, так сказать, Гдойлим, там, Рав Каневский и так далее, для них это абсолютные адмуры. Они им абсолютно доверяют и так далее. Стоят ли они на ступени праведников прошлых поколений? Откуда я знаю? То есть, сегодня нужно проверять. Сегодня, да, нужно проверять. Можно я еще что-то попробую сказать? Да, конечно, конечно. Ну вот, где-то я с середины так начну, что-то такое. Вот, допустим, Спиноза, который подвергся преследованию и так далее, потому что он был рационалист. Тем не менее, он сказал, что именно рационализм приближает к двери. То есть, когда вы познаете все, что можно познать рассудком, кстати, следует различать рассудок и разум. Это все то, что я говорил раньше, культура, культура, культура. Именно тогда вы становитесь в позиции, когда вы чувствуете то, чего вы не можете объяснить, и тогда вы находите те, как вы это называете, психические энергии или еще как-то, но я хочу сказать, что это очень-очень далеко, чтобы дойти до этих границ, потому что человек погружается в какие-то традиции, и он не дает себе труда как бы их особенно анализировать глубоко. Например, вы выбрали хаббат, или вас хаббат выбрал, или иудаизм. Вы говорите о психических энергиях, я так понимаю, что это нечто мистическое, нечто то, что не переводится адекватно на какие-то понятийные языки, на какие-то языки рассудка. Это нечто над ними. То есть, это нечто, что мы не можем, мы их можем только как-то, допустим, в Хаситуде или в Хабаде. Это передается от Мора, от тот, кто ведет эту группу, значит, каким-то образом, да. Но давайте вот мы посмотрим. То есть, это вот определенное состояние, определенные эмоции, которые вы, значит, их воспринимаете, вы в них верите. Конечно, это все на фоне изучения тары, выполнения западей. Это обязательно, да, потому что все согласовалось. А вот, допустим, если вы возьмете какие-то другие тоже мистические учения, которые считают, что вот они тоже постигли истину, допустим, я не знаю, ну, что, ну, вот хотя бы там буддизм или там йогу, или там, я не знаю, что, да, которые претендуют на свою духовность, на то, что как они могут, действительно, они свои какие-то там чудеса, в кавычках, да, то есть, они могут управлять совершенно всей своей там внутренними, так сказать, своими физиологическими процессами и так далее, добивать совершенно потрясающих результатов. Это вызывает как бы уважение и все, и можно тоже сказать, что вы, оказавшись евреем, оказавшись среди хаббатов, это ваш выбор, все, вы оказались в этом. Вот. Но, значит, вопрос в том, должно ли быть какое-то при всем при том критическое отношение, даже если так, да, то есть, допустим, если мы начнем с самого-самого начала, то есть, а именно с Тары, вот, то вот допускается ли, или должна ли допускаться, или стоит ли попробовать как-то вот рационально объяснить феномен Тары, да, то есть обычно сразу начинается как бы с самого высокого, с веры. Вот. Есть Всевышний, он создал мир, это как бы кажется все очень непонятным и все, хотя совершенно непонятно, в чем променились философы, если они говорят, что мир существовал вечно, да, то есть там разница на самом деле не совсем большая, вот. И вот тогда открываются такие вещи, что вот необходимо дойти до этих границ сначала, да, то есть то, о чем говорил, и потому что мы живем в какое-то другое время, понимаете, чтобы для того, чтобы была трансляция, как бы говорить его, то есть надо дойти до такого уровня, когда, как вы говорите, эти энергии, когда они могут быть прочитаны, они могут быть переведены, они могут быть освоены, в общем-то, другое человечество, оно как бы разделило эти функции в пункт смысле, да, то есть наука, она, значит, мыслит о границах и философия, да, она пытается вот, а вот искусство их осваивает, да, в Рействе тоже есть, в общем-то, такое разделение, если внимательно посмотреть, да, то есть на самом деле очень быстро и легко все переводится на язык прагматизма, и тогда возникает очень серьезный вопрос, потому что человек, который, его особенность, ну там чисто антропологически заключается в том, что он умеет подчинять свои дикие животные инстинкты божественным инстинктам, что он умеет их подавлять ради выживания коллектива, то есть на, он их сублимирует и выводит на какой-то другой высокий уровень, вот, то оказывается, что очень многие вещи, они совершенно то, что, как сказать, имеют свою как бы психотехнику, да, то есть погрузить человека в определенное состояние для того, чтобы он поверил, для того, чтобы у него эти установки на вот эти божественные инстинкты, они в него врезались, да, как-то, и вот, поэтому он должен их постоянно поддерживать, этот огонь в себе, он должен учить Тору, он должен выполнять заповеди, и тогда он как бы функционирует как бы правильно, вот, но дело в том, что у человека, вот, то, в чем иудаизм абсолютно преуспел, то есть нет никакой системы, которая может сравниться в этом с иудаизмом, в том, чтобы вот эти божественные инстинкты внедрить, вот, в человека, но есть определенная ограниченность, то есть он эти инстинкты, они направлены на то, чтобы создать условия для какой-то коллективной жизни, то есть чтобы человек помогал другому, чтобы он мог продолжать свой рост, чтобы он не делал каких-то нарушений, которые могут разрушить этот коллектив и общество, и здесь иудаизм абсолютно. Но в Торе, если можно, сказать, ее внимательно прочитать и углубиться именно вот с тех позиций, о которых я сказал, оказывается, что есть и как бы программа, которая внешним вглядом незаметна на то, что можно назвать просто вот культурой, которую мы видим и у других народов, то есть там есть программа того, что необходимо освоить все то, то, что можно освоить рассудком и разумом, и другими языками, в этих главах сейчас это как раз вот очень актуально, в главе Гамидбар, я сейчас не буду углубляться в это все, вот, но тогда возникает вопрос, как бы, то есть для того, чтобы транслировать эти все энергии, о которой говорит Равку, которую он чувствует и которую он считает необходимым, и которую он чувствует, опять-таки потому, что он продолжает эту линию веры и все еврейское, и она действительно помогает человеку воспроизводиться и поддерживать, вот мы ни одного народа не видим, который может вот так вот это делать, но вот этот творческий момент, который, он как бы противоположен, да, то есть поиск, создание нового, поиск нового, он также присущ человеку, то, что, опять-таки, у Рава Соловейчика, да, то есть из жигдула, то есть человек величия, человек, который, вот, он это не может соединить, он с его позицией, он говорит, что я не знаю, как это все соединяется, я понимаю, уважаю то, я знаю то, но я еврей, я знаю, что я должен соблюдать в Западе, так я чувствую, и это в этом мое, как сказать, предназначение и призвание, другой не будет этого делать, вот, так что пусть каждый делает свое дело, вот, но вот этот синтез, о котором вы говорите, например, если мы уже в Израиле, и наша наука довольно-таки развита здесь, вот, но, короче говоря, вопрос в том, чтобы рационально как-то подойти и анализировать, то есть не, то есть Рав Кук это хорошо, но сколько Рав Кук? Это уже сто лет, сто лет это огромнейший срок в наше время, да, то есть если возьмем возникновение Хасидуда и все, то это был более растянутый какой-то срок, да, Витнаггим, Хасидуд, вот, то есть вот некий такой экстенциальный момент, он совершенно необходим, тогда вот эти энергии, они становятся затребованными, когда человек подходит к этим границам, вот, то есть меня смущает, что вот нет, почти нет, по крайней мере, я, например, не могу найти вот таких людей, не знаю, не обращался к Раву Шерке, но мне кажется, что вот этот вот путь, вот этот путь, он совершенно необходим, я не знаю, как и когда смогут произойти какие-то изменения, может быть, когда будет более широкое образование, вот, потому что есть эти энергии, действительно, ну, например, я их черпаю сейчас, помимо Торы и всего, значит, именно эти творческие моменты, я их нахожу в искусстве, да, то есть искусство совершенно необходимо, кроме того, что искусство возникло раньше и речи даже, да, вот, оно, как бы, западный мир осваивает вот этот путь, и он в этом очень-очень продвинулся, понимаете? Ну, я, честно, я не очень понимаю вопрос, если честно. Вопрос заключается в том, нет ли у вас или вы не видите вокруг себя какой-то вот потребности, необходимости или того, кто несет, найти вот этот контакт, о котором я говорю, то есть подойти рациональным путем к объяснению феномена Торы, объяснению феномена иудаизма, вот, вот вы в Хабаде, вы говорите, что вы это ищите, вы нашли как бы уже, вы считаете, что вы это вот уже все нашли, Рав Кук вам чем-то помогает, вот, кто-то еще вам может потом помочь, есть у вас какие-то поиски в этом направлении? Подождите, давайте чуть-чуть сконцентрируемся. Если вы говорите о том, что нужно изучать науки и нужно жить полноценной жизнью, в том числе культурно и искусство и так далее, это то, о чем Рав Кук постоянно говорит? Все статьи Рава Кук, они об этом же? Да, но для того, чтобы это делать, надо, эти языки невозможно вот так вот выучить, как АЛФБ, то есть это надо в это погрузиться, и здесь сразу возникает проблема, возникает опасность, да, как бы со стороны иудаизма, что вот, что будет, если человек, допустим, посмотрит фильм Бергмана, да, то есть оно испортится, он увидит там страшные вещи, все, понимаете? Ну, еще, это то, о чем говорит Рав Кук, еще раз говорю, все статьи Рава Кук, что этот дикий страх перед миром, у него есть статья, которая так и называется «Страх», посмотрите, это «Эквейтсон», я даже когда-то переводил ее чуть-чуть, он говорит, этот дикий страх мыслить, он говорит, страх мыслить – это то, что опустило нашу веру в такое состояние, что оно стало нерелевантным. Он буквально кричит об этом везде, то есть он настолько уверен в этом своем энергетическом потоке, что он видит, что ему как раз необходим разум и необходимо искусство, необходима культура, она, как говорится, позволит остудить эту энергию и, как говорится, облачить ее в сосуды. Как раз именно об этом и говорит Рав Кук. Но ничего не меняется. Рав Кук сто лет уже больше, и продолжается его изучение чисто такое каноническое, без какого-то творческого подхода. Я не вижу здесь. Например, «Леавдиль», допустим, есть сайт «Предания», но не нашей веры, где выложены, например, все более-менее какие-то значимые произведения, которые касаются нравственности, там, допустим, и Толстой, и Достоевский, и кинематограф его, и тот же Бергман, и есть очень много других, там, Вин Вандерс, там, ну, я сейчас не буду всех перечислять. Я не говорю уже я о музыке, которая, в общем-то, конечно, прошла такой большой путь развития. То есть я не вижу ничего такого. То есть как-то иудаизм, он, тем не менее, настолько консервативен, что он это все блокирует, и Рав Кук не получает. Окей, об этом говорит Рав Кук. Сейчас об этом он пишет большую часть его статей, и об этом, что иудаизм замкнулся, что иудаизм не готов выйти из гетто, что иудаизм боится внешнего мира, и что это тупик, и надо что-то с этим делать. Еще большинство его статей на эту тему. Но что? Но что? Люди, которые выросли в харадимном обществе, им очень трудно. И поэтому у Рав Гинзбурга, моего учителя, есть концепция, одно время он очень толкал ее сильно, он говорил, что бал-эй-чува изменит мир. То есть именно бал-чува, который имеет отношение и туда, и туда, то есть он, так сказать, родился, так сказать, в этом мире, в светском мире, с другой стороны, его влечет в религию, он может быть этим мостом. То есть невозможно это требовать от людей, которые родились в религии. Но можно это требовать от людей, которые родились светскими людьми и ищут свой путь в иудаизм. Да, они могут стать таким мостом. Ну вот, допустим... Рав Гинзбург говорит не только про бал-эй-чува, он говорит тоже про герем. Про людей, которые приходят из народов мира, они могут стать мостом. Можно ли, по крайней мере, ожидать, что вот так, как вы это понимаете, что вот, допустим, если появится нечто такое, говорите, бал-эй-чува, или что-то с такими вот какими-то идеями, есть ли хотя бы, ну, не понимание, а хотя бы какая-то открытость и готовность вот выслушать такого человека или попытаться как бы войти с ним в контакт. Вот в чем вопрос. Ну, подождите. Если мы берем американское движение Чувы, то там были такие личности, о которых я уже сказал, как Карлибах, который привел десятки тысяч человек. Там была такая личность, как Шломи Шехтер. То же самое, он называется Итхатшут-Евудит, еврейское обновление. Там был такой человек, как Гешель, да, который тоже, так сказать, масса людей за ним пошло. Кстати, христиане его, по-моему, уважают даже больше, чем евреи. Там были такие лидеры, которые действительно начали формировать какое-то представление о новом иудаизме. Проблема, для меня, по крайней мере, проблема, что это не происходит среди русскоязычных бал-эй-чува, и, соответственно, русскоязычная Чува остается каким-то настолько нишевым явлением. Она не стала явлением. Еще раз говорю, когда Карлибах пришел на фестиваль Беркли, там сто тысяч человек его слышал. И масса людей за ним пошло, и, так сказать, он изменил мир, как вот он здесь пишет, Равкук, да, он изменил мир. В русском движении, к сожалению, хорошо, в 80-е годы там, может быть, были такие лидеры, но потом все уехали, как все знают, и так далее, и так далее. Да, действительно, мне тоже не хватает, что в русской Чуве не хватает вот таких энергетических личностей, и поэтому в основном просто читают тексты. Что мы можем с этим сделать? Что каждый из нас может сделать? Попробовать понять сам, попробовать найти эту энергию в себе, попробовать присоединиться к какой-то такой энергетике, того цадика, который к нему близок, а лучше ко всем вместе. То есть Равкук призывает изучать все, изучать всю философию, изучать весь хасидизм, изучать всю науку и всю культуру. Та ишива, которую он пытался организовать в Иерусалиме, которая сегодня называется Мерказа Рав, да, он хотел изучать там светские предметы. Почему же этого не произошло? Потому что, так сказать, потом это все разделилось, так сказать. Во-первых, эта ишива была очень маленькой. До 60-х, 70-х годов это было очень все маленькое явление. Потом вдруг, знаете, как говорят, в вязаных кипах говорят, что Китвей Равкук Мацубе Котель. Писание Рава Кука нашли в Котеле, на Котеле. То есть, когда захватили Котель, вдруг началось пробуждение религиозного сионизма, которое до того дремало почти 50 лет. Цви Игуда был стариком, которого никто не знал. Ишива стояло несколько десятков человек. И вдруг начался какой-то взрыв, нашлись какие-то ученики, которые нашли Цви Игуда, написали Мацану Рав. То есть, нашли этот остаток традиции, так сказать, Рава Кука. Они вокруг него собрались, они его сделали своим адмором. И сегодня это огромное движение, которое называется религиозный сионизм. Оно вышло из ничего, еще раз говорю, до 70-х годов об этом никто не знал. Но оно пока никуда не пришло. Ну как никуда, извините. У меня вопрос. Полмиллиона минут. Один вопрос. Эмиль, вы из Израиля? Да. Отлично. Отлично. А что же вы не пошли учиться в Ишиву, в Мерказараф или там? Рега, 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 Рега. Алекс, дайте мне ответить. Лично с тобой займитесь. Я вот там вам скажу. Я только два слова, и потом продолжу. Алекс, дайте мне одно слово. Дайте мне одно слово. Одно слово, вы продолжите. Одно слово. Отвечу этому человеку, чтобы не забыть. Что Рав Шерке, который был как бы участником и создателем листка Шабатнева, который назывался Леором, он пытался там что-то такое, философские какие-то свои идеи, понимания, которые внедрять. Через какое-то время более высокостоящие Равы просто отошли от этого. И листок стал издавать совершенно консервативный, абсолютно такой вот беззубый. И вот это то, что до короны было. Я почитывал этот листок, поэтому я знаю. Вот и все. Понимаете, почему я не иду учиться туда? Одну секунду. О чем мы говорили? Мы говорили про Мерказараф, что он, как говорится, вдруг начал развиваться. Но потом Мерказараф, как мы знаем, разделился. На чем они разделились? Кавники и гушники, как их называют. Да, что Церав Амиталь был человеком очень широких взглядов, при этом очень сильной веры. Прошел Шоа, прошел катастрофу. Его история – это очень интересная история. Хевра, я дико извиняюсь, дико извиняюсь, дико извиняюсь. Если можно где-нибудь минут через пять закруглиться, у нас тут другая история. Хорошо, да. Сейчас тогда последняя фраза. Еще раз, значит, это Ешива Мерказараф разделилась. Куда она разделилась? Еще раз говорю, те, кто пошли по системе гуш и цион, которые выступали за изучение светских наук, за преподавание светских дисциплин и даже за библейскую критику, это сегодня то, что называется гушники. А те, кто пошли по более традиционной схеме, это то, что сегодня называется Мерказарави, это то, что называется Кави, это то, что называется Рафтау, Мифлегетном и так далее, и так далее. То есть произошло разделение. Одни сказали, мы хотим соединять иудаизм с культурой. И это гуш и цион, огромный комплекс, в котором есть и ешива, и михлала, и все, чего там не хватает, там не хватает для меня, по крайней мере, вот этой психической энергии. А вот, например, брасловские хасиды, которым я хожу молиться, я чувствую, что там этой энергии избыток, и поэтому я внутри себя пытаюсь это все соединить. Окей, я благодарен всем за дискуссию, я надеюсь, что мы будем продолжать. Есть у нас, есть у нас, как это называется, телеграмм, я надеюсь, что Натан пошлет вам ссылку на наш телеграмм, все объявления, анонсы там. Есть у нас ежедневный урок по Раву Куку, кто хочет, пожалуйста, можно участвовать. Еще раз говорю, все общение через Натана. Натан, большое спасибо за организацию. Спасибо тебе огромное. И давайте продолжать. Шалом всем. Спасибо огромное. Спасибо. Для тех, кто хочет такое промо, оставайтесь на нашем канале. Совсем другая история, совсем другая, но тоже связанная. Мы сейчас начинаем перевод актуалий. Интервью с бывшим руководителем аналитического отдела Шабака. Не из, как ему говорит, но другим человеком. Перевод с английского ритона русский. Так, окей, так, все, значит, я, ну, собственно, это твой канал, то есть я просто выхожу и все, да? Да. Спасибо. Всем счастливо, пока. Пока.